Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет новое видео на проекте Байсин Холиплей. В этом видео я вам покажу, как я продал свой бизнес из 100 в Артамасе. Я продал его за 300 миллионов, пацаны. Это реально очень жёстко. Также в этом видео я вам расскажу, что я буду делать деньгами и вообще, почему я продал из 100. Потому что, как вы знаете, я вообще не хотел его продавать. И я как бы этот бизнес сдержал очень долго, 10 месяцев, это довольно-таки много. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, потому что я хочу до лета добить 20 тысяч подписчиков на канале. А вы мне в этом можете помочь. Поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, его можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, сейчас будет историческая хуйня. Я продаю свой бизнес со 100 за 300 миллионов. Ну, не совсем за 300 миллионов. Она мне отдаёт 258 лямов, отдаёт аптеку в Южном 88 бит и отдаёт ещё дом, который находится в воде фермы. Честно, я очень очкую. Я вам чуть позже объясню, почему я вообще его продаю. А чё я так и в ПЕС просил? Фух, пацаны, блядь, ну это пиздец, это пиздец. Так, сколько она? 258 миллионов, да, Гаврила? Блядь, тут надо точно считать, потому что если я ей продам за 25 лямов... Так. 258. Так, вы хотите обменять свой бизнес на бизнес 24 номер. Игроку Милена Аполлоновна. Его доплата 258 миллионов. Услуги Натальи за 150 тысяч. Фу, пацаны, блядь. Ну, блядь, это пиздец. Погнали нахуй. Ебать, 258 миллионов. Ёбаный мой окорочок. 258 лямов, пацаны, просто... Так, давай, Роме, домик за ноль кидай. Айди. Так, давайте, иди, напишем 301. Ебать, мой волосатый пенис просто. Блядь. Пацаны, у меня столько денег никогда в жизни не было. На руках 258 миллионов и 38 миллионов в банке. Это просто пиздец. Максим меня уже поздравил, в принципе, красавчик. Фух, пацаны, это очень прям жестко. У меня эмоции просто зашкали, потому что, ну, у меня максимум было 165 лямов. Вот аптека в Южном. Давайте сейчас пойдем ее посмотрим. Это просто пиздец, пацаны. Я ебал того, блядь, Рыжика, нахуй. Блядь, даже Максима поцелую, нахуй, блядь. Это просто жесть, реально. Я бизнес, пацаны, продал, все. Ой, блядь, ё-моё просто, ё-моё. Я решил сразу записывать видос, у меня сейчас еще стрим идет. Пацаны, всем приветствую на стриме. Просто всем большой привет, пацаны, реально. Потому что я снимаю это видео во время стрима. И я записываю сейчас видео специально для вас. Сейчас пойдем в аптеку посмотрим. Вот эта аптека, получается, возле 8 бит. Но я, скорее всего, ее продам, я себе ее оставлять не буду. Ну, вот, в принципе, финка, как бы, ну, для аптеки я считаю это неплохо. Как бы, вот, 200 тысяч есть. Ну, то есть, стабильно сотка, да? Да, стабильно сотка есть финка. То есть, ну, бизнес довольно-таки неплохой. Продавать я буду за где-то 40 миллионов, короче. Минуточку внимания хочу вам посмотреть канал Winners. Парень снимает видосики по GTA CRMP, а именно Amazon 3 сервачок. Поэтому, кому интересно, всем советую зайти и подписаться на его канал. Давайте поможем ему с развитием. Просто вот зайдите каждый и подпишитесь. Парень реально снимает прикольно, поэтому всем советую. Если вы подпишетесь на него, вы тем самым поддержите меня. Поэтому, кому не сложно, зайдите, подпишитесь, посмотрите видосики и напишите в комментариях, что вы от меня. Итак, пацаны, давайте я теперь расскажу вообще, зачем я продал этот бизнес. Потому что, как вы знаете, я всегда мечтал об этом бизнесе. Он мне очень нравился. И продавать его не хотел, хотя мне предлагали до этого побольше денег. Итак, пацаны, я его продал из-за того, что, возможно, его уберут в глобальном обновлении. И если бы его убрали, мне вернули всего лишь бы 150 миллионов. То есть, мне вернули бы те деньги, за сколько я его купил. А как вы понимаете, я купил его за 150 миллионов. Ну, типа, 150 миллионов это такое себе, а вот 300 миллионов это нормально, я считаю. То есть, я и заработал с этого бизнеса где-то лямов 200. То есть, я его окупил и заработал еще чистую прибыль. И продал, получается, еще за 300 лямов. То есть, я в любом случае в хорошем плюсе. Как вы знаете, сейчас нельзя покупать и продавать машины. И из этого финка В100 очень и очень низкая сейчас. До глобального обновления финка В100 была очень маленькая. Вот последние те дни, которые я держал этот бизнес, там финка была 60 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч максимум. Держать его было бессмысленно, потому что там очень маленькая финка. Что я планирую делать дальше? У меня сейчас есть 338 миллионов. Да, эта сумма довольно-таки большая, у меня таких денег никогда не было. Я реально просто в шоке. Вот серьезно, я просто в шоке был. Как бы вы сами видели, я специально на стриме записывал часть видео, чтобы вы увидели мои первые и настоящие эмоции. Я надеюсь, вам это реально понравилось. Итак, что я планирую вообще делать с деньгами, куда я их собираюсь тратить? Я вообще хотел купить заправку, но я поискал заправки, поспрашивал, их никто не продает. В Батырева не продают, в Арзамасе не продают. Две заправки еще держат админы, получается, точнее спецадмин-разработчик. Есть еще заправка возле Останкина. В Останкина заправку пацанчик продает за 500 миллионов. Я считаю, что это очень много, потому что, ну, за заправку 500 миллионов, простите, это прям пиздец. За 500 миллионов можно купить, как бы, мне кажется, стошку даже. Мне кажется, реально, даже за 500 граммов можно сто купить. Ну, как бы, это его дело, это его бизнес, он имеет право его продавать за сколько захочет. И что я, пацаны, в итоге решил? Я сейчас ищу транспортную компанию, чтобы купить ее и держать ее хотя бы до ГО, это как минимум. Да, вы скажете, типа, вот, зачем она тебе нужна, лучше сам на себя работать дальнобойщиком, у тебя есть свой магнум. Но вы меня очень сильно все просили уже давно купить транспортную компанию. И сейчас я буду заниматься ее поиском. Я хочу сразу купить компанию, получается, с магнумами, чтобы было хотя бы там 10-12 магнумов. Чтобы я купил, и сразу можно было в ней работать, в этой компании. Поэтому, у кого есть такая компания, можете, как бы, писать мне в ЛС. У меня бюджет 150 миллионов, поэтому, кто желает, можете не писать, и я у вас куплю. Я уверен в том, что вы многие скажете, так вот, компанию, как бы, нельзя покупать, ее нужно только фосливать. Но, я думаю, есть один вариант, можно купить, как бы, компанию через разработчика вместе с фурами. То, в принципе, я планирую сделать. Либо я сейчас покупаю компанию, либо я уже жду и покупаю какой-то бизнес уже после ГЛО. Потому что перед ГЛО я бизнес покупать не хочу. Компанию, да, можно купить перед ГЛО. Бизнес покупать я не буду, потому что ничего нормального сейчас не продают. А, возможно, в ГЛО добавят какие-то новые интересные бизнесы. И можно будет ставить их по ГОСу. Либо можно будет и кого-то купить, потому что будет новый бизнес в магазине оружия. Как бы, возможно, он будет даже прибыльный, хотя маловероятно. Ну, короче, посмотрим, пацаны. Но сейчас я больше склоняюсь к тому, чтобы купить транспортную компанию. Поэтому, у кого есть транспортная компания, где много магнумов, я готов ее купить за 150 миллионов. Это максимум просто. Это мой максимальный бюджет. Больше я не готов отдать за транспортную компанию. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не переживайте за то, что я продал ИСТО. Возможно, я его выкуплю когда-то обратно, потому что все может быть. Но транспортной компании у меня никогда не было, поэтому я хочу попробовать. Да и тем более, вы меня очень просили купить. Поэтому, я думаю, вы меня все-таки поддержите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.